Приветствую! Гарри Поттер Несомненно значимая фигура в области кино и литературного фэнтези, поставившая целый бум. И знаете, я люблю эту франшизу. Нет, реально люблю, и мне нравятся все фильмы о нем. Ну, почти все. Я прочитал все книги, и за ныне прошедшее время поттеровского бума, я замечал то, что меня порой и раздражало, либо в экранизациях Поттера, либо в самих романах Джоан Роллинг некоторые моменты. Каждая долгоигращая франшиза грешит странными сюжетными ходами, какой-то неопределенной нелогичностью и тому подобное, и Гарри Поттер не исключение. И пришло в голову мне составить данный топ. Разрешите представить обезжиренный топ 10 странных моментов в Гарри Поттере, составленный чисто по моему мнению. Погнали! Десятое место. Рэй Файнс в последней части. Я не знаю, может у меня какой-то бзик, но Волан-де-Морт из последней части не наводит ужаса страха или чего-либо подобного. Порой он вызывал попросту усмешку, и не более. Иными словами, по моему мнению, в последней части Файнс стал заметно переигрывать. Я вспоминаю Кубок Огня, его первое появление реально наводило ужас. Совершенно странный и устрашающий чувак в черном балахоне, и плюс Рэйф играл реально достойно. В один момент он мог быть спокойным, местами вежливым, потом внезапно сорваться и орать, как чертов псих. А фраза... Я тебя уничтожу. Это был лютый вин. В Дарах Смерти Часть 2 Файнс уж больно кривляется. Я просто вспоминаю тот момент, когда он стал распадаться в пепел. Если не смотреть на спецэффекты, а тупо на него, то это же Атас просто. Будто его застало врасплох диарея. И вообще, он ведет себя странно. Вечно непонятно кряхтит, пучит глаза, сияет белоснежными зубами, ну и конечно же... Гарри Поттер мертв! Или то, как он Малфоя обнял. Это пипец странно выглядит. Даже вспомните финальное сражение. Эх, господи, ну перестань. Ты не на детском утреньке. Играй посерьезней. Не спорю, местами Файнс пытался выдать что-то сильное. Но былого гнета и ужаса, что был в кубке, я не увидел. Это немного подпортило ужас могущественного зла, за что Файнсу 10 место. Едем дальше. Девятое место. Отдел Тайн в пятом фильме. Давайте сначала углубимся в название этого места. Это отдел. Отдел, наполненный странными и непонятными вещами. И в книге это прекрасно показывалось. Вспомните странную крутящуюся комнату с множеством дверей, которые каждый раз меняли расположение. Комнаты с безделушками, с планетами, странный мозг и прочее, и прочее. Но в понимании киношников, Отдел Тайн это лишь зал пророчия с той огромной комнатой с царкой, от которой совершенно никакой пользы. В книге сражение происходило по всему отделу. Эта странная комната с дверями, даже на обложке русского издания нарисована. И до выхода фильма я представлял, сколько можно странного мистического навратить с отделом Таймфильме. После нее у читателей оставалось много вопросов, на которые Роулинг так и не ответила. Что это за вечно запертая дверь? Для чего нужна эта арка? И вообще сей место довольно мистическое. Ну либо создателям было жалко лишних 10 минут хронометража, чтобы тратиться на столь крутые декорации. Или у художников-пацановщиков закончились идеи. Ибо работать в отделе Таймфильме не шибко интересно. Судя по фильму, лишь зал пророчества и арочка. Разве что, чтобы до нее добраться, надо сначала прокатиться на американских горках. Уиииииии! Да, это тоже глупо. И вы летели хрен знает сколько, но подняться снова в главный зал министерства вам составило около минуты. Короче, отдел Таймфильме в пятом фильме беспощадно слит, что очень обидно. Увы, непорядок. Так что этому несостоявшемуся отделу девятое место. Восьмое место. Видоизменение локаций и реквизита в разных частях. Меня безумно раздражает, что из Гарри Поттера порой не вырисовывается полноценной вселенной. Ибо нестыковок полно. То, что 16-летнего Тома Редла играет один актер в Тайной комнате, в принципе, у Кровки другой. Омут памяти в каждом фильме работает и выглядит по-разному. То это странная светло-голубая субстанция, и чтобы получить нужное воспоминание, его нужно в буквальном смысле вытащить из головы. В поздних фильмах это уже какое-то блюдечко с чернилами. А в финальном фильме, чтобы получить воспоминание, уже вообще просто слезы достаточно. Черная метка то выглядит как голограмма, то как сгусток облаков. Сириус в огне в одном фильме появляется, так в другом так. Как меня напрягало то, что в последнем фильме Малфой почему-то мог-то разгрессировать на территории Хогвартса. А собственно, в самом замке беспардонно меняются локации из фильма к фильму. То это чистая копия Оксфорда в первых частях, с лужайками и прочим. А начиная с третьей, Хогвартс превратился в мини-Шотландию. Везде обрывы, скалы, и даже хижина Хагрида находится в совершенно ином месте. Собственно, Нора сама по себе переиграла в игру Портал, ибо она постоянно меняет свое местоположение. И почему-то в пятом фильме, Орден мог летать белым свечением, пожирать или черным, но в последующих фильмах старшие волшебники разучились этому фокусу. Зачем так делать, я не знаю. Может, у создателей Склероза они не помнят, что было в прошлых фильмах. Но все-таки обновленная местность Хогварта выглядит куда лучше. Но в пользу логики это не идет. Так что за такие косяки восьмое место. Седьмое место. Редклифф в пятом фильме. Мне одному кажется, что именно в пятой части Редклифф играл как бревно. Именно почему-то в ней. Стоит признать, что и в шестом фильме он не выдает нужную дозу перформанса, но в пятой это хоть умеренный, но все же от ас. Поговаривают, что тот промежуток времени, когда снимали Орден Феникса, Редклифф бухал как отменный алкаш и завалился на съемки, будучи слегка поддатым. Возможно. Но мне кажется, что проблема была в Дэвиде Яйце. Эээ, Яйце. Понимаете, Редклифф не столь гениальный актер, чтобы самому вытягивать роль. И его должен направлять более талантливый режиссер. Но давайте смотреть правде в глаза. Яйце на тот момент сложно было назвать матерым или талантливым. Следовательно, направлять Дэниела должным образом он не смог. Но черт возьми, мне порой казалось, что он даже сфокусироваться не может. А глаза какие-то совершенно стеклянные и отстраненные. Немного магии, короче. Откровенно говоря, Редклифф особо-то и не старался. Хоть и местами что-то такое было, но в целом, в пятом фильме он уж больно был одутловат. В дарах смерти ситуация стала выравниваться. Но то, что было в пятом фильме, я до сих пор не понимаю. Так получи, Редклифф, седьмое место. Шестое место. Нападение на нору в шестой части. Стоит заметить, что этой сцены не было в книге. И, собственно, это логично. Давайте разберемся, в чем эта сцена хороша. Да ни в чем. Пожиратели хренак и прилетели окружать нору. Откуда они узнали их местоположение? Нафига они окружили ее огнем, хотя можно было бы сразу тупо взорвать и все сдохли бы нафиг. Зачем они вообще прилетели? На покосить и улететь? В чем смысл? Могли бы тупо сиховады кедавры расстрелять. А так они и Поттера в живых оставили, хоть он у них был как на ладонь. Вызвать Волан Деморда, он прилетел бы и прищучил Поттера. И где чертов снег, коли это Рождество? Да и плюс это не эффектно нифига. На черта это влепели в фильм непонятно. Плюс если они узнали их адрес, то в седьмой части было бы логичнее переехать в другое местоположение, поскольку за это время пожиратели могли бы еще раз сто напасть. И очень тупо со стороны Поттера бежать в дебре за Белатрисой, учитывая, что его там элементарно схватить. Плюс, для чего они этот злощавый огонь развели? Чтобы типа их в плен взять. Ну тогда какого черта они с легкостью прыгают через него? Логика в этой сцене напрочь отсутствует. И ставили это в фильм лишь сугубо для того, чтобы чуть-чуть разбавить довольно заунывное действие хоть каким-то экшоном. Но по мне фокус не сработал. И лучше бы уж такой халтурный рейд нам не показывали. Так что получи на раз шестое место. Пятое место. Майкл Гэмбан в роли Дамблдора. Знаете, мне безумно нравился Ричард Харрис в роли Альбуса Дамблдора. Светлая ему память. Это был истинный книжный Дамблдор. От него веяло чем-то таинственным и магическим. И даже когда он был не в духе, в его глазах читалась какая-то спокойная мудрость и величественность. Найти замену ему было трудно. Но пробовали на эту роль довольно матерых британских актеров. В частности, даже Йена Маккеллена. Хе-хе. Ну вы поняли. Гей играет гея. Глубизна в квадрате. Хе-хе-хе. Мда. Ну неважно. Но в итоге взяли сэра Майкла Гэмбана. И по мне, Гэмбан один из худших вариантов. Я не верю, что это Дамблдор. Это просто какой-то левый мужик с вечно грустными глазами, на которого нацепили бороду и халат. Куарон в узнике Аскабана старался сделать из него каноничного альбуса из книги. Странного и юморного. Но как поменялись режиссёры, всё пошло под откос. Начиная с четвёртой части. В кубке огня Дамблдор просто какой-то неуравновешенный псих. А с пятой он сам по себе вышел довольно депрессивным. Я не спорю. Гэмбан играет хорошо. И может даже его серьёзность сопоставляется с тем, что от него должна исходить мощь и могущество. Но это не единственное, что должно быть Дамблдоре. Ричард Харрис словно сошёл с книги, в то время как Гэмбан лишь более бледная его копия. В последних фильмах его образ даже какой-то недополненный. Очков половинок не хватает. Пустяк, но всё же. Короче, я не знаю, как вам, но мне Гэмбан не смотрелся в этой роли. За что пятое место ему. Четвёртое место. Незавершённые или не начавшиеся сюжетные линии. Последние книги довольно-таки пистрили параллельными линиями, которые не прерывали сюжет, а просто шли где-то рядом. И беда в том, что в последних фильмах эти линии также старались показать. Но дело это было лишним, ибо в конечном счёте их бросали на полпути. Перси Уизли ушёл из семьи в пятом фильме, и это пытались показать намёками. Ну типа он держит Поттера за шкирку и сразу плохой все дела. Упоминали ли далее Перси? Помирился ли он с семьёй? Это узнают лишь те, кто читал книгу, ибо в фильмах вы об этом не узнаете. Тайна семьи Дамблдора в книге была раскрыта целиком и полностью. Этому даже посвящаются целые главы. А что в фильме? На свадьбе Билла и Флёр они начали обсуждать и затрагивать эту тему. И собственно на зачатках истории это тайно и тормознуло. И по пути двух фильмов так толком и не раскрылось. Или Люпин и Тонгс, они как бы поженились. И Тонгс была беременна, а в эпилоге нам таки показали их сына. В фильме же они сообщают о женитьбе украдкой, а о дальнейшей судьбе, кроме непосредственно смерти, молчок. Если раскрывать эти главы в фильмах, то это будет тормозить действие. И возникает вопрос, нафига их вообще тогда вставлять в фильм? Что касается не начавшихся линий, то зрителям, не читавшим книги, будет трудно понять, почему герои решили, что медальон связан как-то с домом Сириуса. Кто такой Григорович? Откуда у Гаррито странное зеркальце и т.д. и т.п. То есть на мелкие детали, для обычных зрителей, сценарист Стив Клоффс смачно плевал, что не есть хорошо, и таки получи, Клоффс, четвертое место. Третье место. Эти рояли в кустах. Теперь патероманы могут слегка пристать от возмущения, ибо я начинаю придираться непосредственно к книге. Что я имею ввиду под роялями? Это то, что у героев порой все очень надуманно и легко получается. Даже скорее в плане того, что в последних частях, когда герой в тупике и не знает, что делать, есть палка-выручалка. Гарри, загляни в него, посмотри, где он. И так герои узнают, что оставшийся крейс-стража где-то в Хогвартсе, и Валандеморт прячется в лодочной будке. Глянь в него еще, еще и еще. Или то, что, ну я никогда не поверю, что в фильме во всей этой куче Поттер нашел эту маленькую фигулину за несколько минут. И не надо мне говорить, типа, что он их ощущает и т.д. и т.п. Это хреновое оправдание. Если бы это была небольшая кучка мусора, то да. А здесь посмотрите, это же чертов огроменный склад. Короче, эта фигня с видением и чутьем, уж больно высосана из пальца. И на выходе это лишь фишка, которая лишь облегчает действия главным героям, причем очень надуманным способом. Что самое странное, в фильме это выглядит еще более высосанно, даже не знаю почему. Так что такими роялями самое то на третьем месте. Второе место. Смерть Сириуса Блэка. Тут как бы сразу два в одном. Мне не нравится это событие само по себе и одновременно, как это поставлено в фильме. Сама по себе смерть Сириуса, мне кажется, довольно глупой. Не то, как он умер, а именно сама смерть. На кой черт Роулинг понадобился его убивать? Формально Гарри знал его всего лишь два года, и вводить его для того, чтобы убить две книги спустя, причем толку от этого ровным счетом никакого, это глупо. Фига полностью убивать всех родственников Гарри, чтобы он в итоге вообще в психушку лег? Но стоит признать, что сами обстоятельства смерти очень странные и таинственные. Почему у Сириуса был удивленный взгляд? В какую еще арку он полетел? Почему он не может из него вернуться? Это очень странно и в книге реально наводило какую-то загадочную неопределенность. Но в фильме поставлено это отнюдь глупо. В книге Сириус погиб в бою с Белатрисой, в то время как в фильме она пырнула ему заклятие из-за спины, причем Авады Кедаврой. Но Авада Кедавр же работает по-другому, жертва после этого заклятия отлетает совершенно замертво. В пятом же фильме после Авады Сириус еще функционировал. Он просто стоял, даже успел стрельнуть взглядом на Гарри и довольно странным образом полетел в эту арку. Занавеск в книге нагнетал еще больше какой-то загадочности и странности, в то время как в фильме от этого ноль эмоций. Иными словами, смерть Сириуса сама по себе не обоснована и глупа, а сцене в фильме вообще показано как-то коряво, так что нате вам второе место. И первое место. Этот чертов маховик времени. Вот он, главный по мне прокол. Причем не фильменный, а именно книжный. Давайте вспомним, как эта фигня работает. Ты крутишь его, и в зависимости от количества оборотов, ты можешь перенестись в прошлое и предотвратить какие-то неприятные события. И черт возьми, полезная же штука. И тут же встает нескромный вопрос. Почему после узника с кабана этой вещью более не пользовались? И от этого у меня какой-то диссонанс. Да, Поттер бы с помощью него не вернул бы родителей, и бы этот маховик пришлось бы крутить примерно вечность. Но Поттер мог бы догадаться, начиная с книги этак пятой или шестой, таскать его с собой. Если случилось что-то плохое, отмотай немного время назад и предотврати. Сириус умер, крутанул маховик, накинул мантию-невидимку, треснил Белатрисе по башке, профит выполнен. Ну и так энное количество раз. Причем его можно было бы стащить, ведь в отделе тайно не находили комнату с маховиками времени. Но все-таки, если рассуждать логически, поскольку все время пользоваться маховиком в последних частях это глупая затея, из-за которой бы не возникало никакого накала страстей, то лучше бы Роулинг попросту бы вообще не придумывала этот маховик, и написала бы какой-нибудь другой твист с клювокрылого в узнике Аскабана. А то лично меня это задевало, когда я смотрел последующие части. Если бы Роулинг захотела, то герои кровь из носу бы сто раз потом достали маховик. Но на деле более о нем ни разу не вспомнили. Из-за глупости я все-таки беру не то, что они не использовали этот маховик, а именно то, что Роулинг придумала эту штуку в целом. Эта нестыковка мучила меня довольно давно и оставляла много вопросов. Так что получи, гребаный маховик, времени первое место. Да! Итак, наконец-то я все выплеснул насчет того, что оставляло у меня вопросы и странности после Поттера. Это не значит, что мне не нравятся книги или фильмы. Я просто хотел донести конкретный месседж, и надеюсь, вам были интересны мои бредни. Про шепот романов не закидывать меня тухлыми яйцами, ибо это сделано не с плохими целями. Если можете, то напишите в комментариях, что лично вам не нравилось и не стыковалось в голове после Поттера. Это был очередной Топ Лайт. Спасибо за внимание, ступайте в группу. Всего всем наилучшего и всем пока!